Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня будет интересный общий расклад на тему Можно ли доверять задуманному человеку? Причем человека вы можете загадывать любого. Это может человек быть, который связан с вами по работе. Это может быть человек, который является вашим партнером, супругом, родственником, другом, то есть кем угодно. Любой задуманный вами человек. Если у вас есть подозрения, которые, ну бывает, срабатывает интуиция и подспудно нам говорит, не надо, не доверяй этому человеку в том вопросе, который возник на сегодняшний день. Сейчас посмотрим, сколько у нас будет вариантов. Как всегда для меня это тоже некий сюрприз. Ну попробуем сделать их немножечко побольше, для того, чтобы толкования были разнообразными. Мне здесь даже две карты почему-то выпадают на позицию. Но я опять же всегда говорю, что если выпадает и есть ощущение, что нужно карту оставить, тогда оставляем. И, конечно, если не выпало пол колоды, то вот именно то количество карт, которое выпало на позицию, будь то две карты или три карты, их можно оставлять и толковать, соответственно, уже в масштабах, в рамках расклада. Итак, у нас получилось девять вариантов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Вы можете загадывать их в любом порядке, который вам понравится. То есть вы можете загадать просто девятый вариант и ждать, вот цифра вам какая-то понравилась, проявилась, просто перед глазами встала. И вы загадываете второй или восьмой, неважно какой вариант, и ждете, когда я открою его. Может быть, какая-то рубашка карты вас просто притягивает, и вы не можете оторвать от нее взгляд. Тогда это тоже интуитивный подход, и вы можете выбрать именно ту рубашку карт, которая вас тянет к себе. Если в данной ситуации, в данном случае вы хотите довериться мне, то есть моему ощущению потоков, то тогда вы можете загадать ту карту, которую я открою второй, например, или ту карту, которую я открою девятой. В общем, в вашем случае огромное количество и разнообразный подход как к выбору вариантов, так и самих вариантов сегодня много. Для тех, кто у нас выбрал сегодня седьмой вариант, мы смотрим, можно ли доверять человеку. Ну вот смотрите, здесь ложится интересная карта. Карта говорит о том, что в принципе человек не желает вам зла, по сути, но здесь есть некая специфика. Человек очень склонен чувствовать и слышать свое окружение, то есть тех людей, которые ему что-то советуют. Поэтому в данном случае, в принципе, доверять тому человеку, о котором вы думаете, можно. Но здесь есть небольшая проблема, которая говорит о том, что большой вопрос стоит над тем, можно ли доверять тем людям, которые окружают этого человека и что-то нашептывают ему на ухо. То есть в таком случае лучше держать руку на пульсе. И в данной ситуации лучше просто в этот момент оценивать поведение не столько самого человека, сколько его окружение, если у вас есть такая возможность. Но сам человек не то, чтобы очень заслуживает доверия, особенно если это женщина. Женщина может быть эмоциональная очень. И она не будет склонна вас предать, но по своей простоте душевной, по своей эмоциональности она где-то что-то может сделать действительно не так. То есть этого человека, как серьезный кладезь для своих секретов или каких-то очень серьезных жизненных ситуаций, воспринимать не надо. Если речь идет о мужчине, тогда это мужчина тоже подверженный каким-то настроениям, эмоциональному фону. И тогда все зависит от того, насколько оптимистично в тот или иной момент настроен человек. То есть скажем по-русски, скажем обобщая этот вариант. Не стоит человеку очень глубоко доверять и раскрывать полностью свою душу, но не потому что человек подлый, а потому что человек просто очень эмоциональный и на эмоциях где-то может ошибиться и сделать что-то неверно. Следующая позиция для тех, кто выбрал первый вариант, он второй по порядку открытия. Здесь ложится карта, которая говорит о том, что по сути человек достаточно умный, человек, который может дать дельный совет, если он в хороших отношениях с вами. Но в то же время это тот человек, которому вы, доверившись, рассказав какую-то информацию, может быть какие-то тайные нюансы, вопросы, ситуации в своей жизни, можете получить затем такой, вы знаете, бытовой отказ в формате того, что человек будет пользоваться тем, что вы ему сказали. То есть он может выступить в роли манипулятора. И не потому что он подлый, а потому что просто такой склад характера. И человек привык оперировать поступившей к нему информацией. Поэтому с данной стороны мы видим, что подлости умышленной со стороны человека нет. И доверять ему можно, но ровно до того момента, пока вы не столкнетесь с его манипуляцией. То есть все сказанное может быть использовано в данном случае против вас. Если вы к этому готовы, то, пожалуйста, вы можете поступать именно с позиции доверия этому человеку. Если вы не готовы потом стать объектом манипуляции, с его стороны, то тогда лучше, конечно, какие-то сокровенные вещи человеку не доверять. Но в принципе, если вы задумали какую-то работу, какое-то дело, извлечение прибыли, то да, вы можете этого добиться. Но здесь такая должна быть стратегия поведения, когда ничего кроме бизнеса. То есть не больше того, что действительно надо в этой ситуации. То есть если у вас, например, для оформления каких-то документов просят чуть ли не ваши анализы, то предоставлять нужно только то, что нужно в данной ситуации. Для тех, кто выбрал третий вариант, и о чудо, он у нас третий по порядку открытия. Вот здесь ложится карта, которая говорит о том, что какова бы ни была ситуация, этому человеку, которого вы задумали, доверять можно. Этот человек, особенно в данной ситуации, просто подарок судьбы для вас. и вот здесь вот знаете, тот человек, которому в первую очередь можно доверить какие-то свои переживания. Но даже если вы доверите человеку деньги, он их, скажем так, не потратит, и он не сделает вам в данном случае плохо. Для тех, кто выбрал девятый вариант, он четвертый по порядку открытия, здесь ложится карта, а вот тут как раз таки уже ложится специфическая карта, которая говорит о том, что человек может быть тихушником, что человек не совсем тот, которому можно доверять. И человек в данной ситуации может не только лгать вам, но еще и ваши какие-то секреты распространить для окружающих. То есть что-то сделать, что вам будет в дальнейшем неприятно. И здесь мы можем говорить, что да, это не тот человек, которому доверять стоит. Для тех, кто выбрал четвертую позицию для себя, она пятая по порядку открытия, здесь ложится карта, которая говорит о том, что если это не дела семейные, что если это не дела, которые связаны с чувствами, а это дела, которые связаны с работой, деньгами, судебным процессом каким-то, вот именно то, что касается деловой сферы, тогда доверять можно. А если вы хотите доверить какие-то вопросы этому человеку, которые касаются эмоциональной части, то этот человек слишком логичен для того, чтобы воспринять вас так, как вы хотите. То есть в делах, да, доверять можно, в личном не стоит, потому что это, ну, малоперспективно, будем говорить так. Для тех, кто выбрал пятую позицию, она шестая по порядку открытия, здесь ложится карта, которая говорит о том, что в каких-то мелких моментах, в каких-то мелких нюансах, да, вы можете доверять, вы можете доверить человеку, занести ваши документы куда-то, можете доверять какие-то мелкие суммы, мелкие поручения, мелкие проблемы, которые он с удовольствием вместе с вами просто играючи будет решать. Но какие-то глобальные ситуации и моменты жизни вот здесь доверять не стоит. То есть что-то, что касается жизни и смерти, вы доверяете кому-то другому, но не этому человеку. Для тех, кто выбрал, у нас восьмую позицию, она седьмая по порядку открытия, и здесь ложится карта, которая говорит о том, что пока что этот человек не определил, кто вы для него. И в данном случае, ну мы вот здесь дополнительную карту все-таки вытащим для того, чтобы понимать, что у нас может быть в этой ситуации. Вы знаете, человек пока что зациклен больше на себе и человек, который может ложно производить на вас хорошее отношение. Пока вы четко не определите, кто этот человек для вас, и пока он не определится, а это, ну как минимум, ближайший месяц, ближайший от двух недель и доля, вы должны понаблюдать и посмотреть. То есть пока что на сегодняшний день доверять данному человеку, к сожалению, не стоит. Для тех, кто выбрал шестой вариант, он у нас будет восьмой по порядку открытия. И здесь вот карта говорит о том, что в принципе тот человек, с которым может быть начало за здравие, конец за упокой. То есть изначально, да, по сути вы можете доверять ему или довериться. И это будет каким-то огнем, это будет каким-то ощущением того, что все правильно, и сейчас вы перевернете вместе весь мир. Но в данном случае вы должны понимать, что позже вы переоцените эти отношения. Поэтому опять же, как и вот в этом варианте, какие-то вопросы жизни и смерти доверять не стоит. То есть сперва вам стоит доверить человеку что-то небольшое, вот какие-то переживания, и вы посмотрите, как он среагирует, дойдет ли он до конца в этой ситуации с вами, и какой результат для вас от этого доверия будет. И только потом, если результат будет положительным, доверяйте что-то более серьезное. Второй вариант у нас сейчас, он у нас девятый по порядку открытия. Здесь ложится карта, которая говорит о том, что в принципе доверять можно, но вы должны понимать, что это человек, которому в принципе мало интересно то, что вы ему доверяете. То есть вы можете сказать все, что угодно, и он при этом не будет распространять эту информацию, потому что он просто равнодушен к ней. То есть этот человек не настолько душевно настроенный к вам, чтобы вы действительно могли выворачивать свою душу перед ним наизнанку. Здесь не обязательно быть насторожей, здесь просто нужно понимать, что для человека ваши дела не являются, к сожалению или к счастью, какими-то первостепенными в его жизни. Поэтому доверять вы можете все, что угодно, но человек в данном случае не испытывает особого интереса, поэтому ни вреда, ни пользы, скорее всего, он вам не принесет. А я желаю всем удачи. Если вы захотите заказать для себя гадание индивидуальное на эту или другую тему, вы можете писать мне в личку. Все мои контакты в текстовом описании данного видео. Также, если у вас есть какие-то идеи для общих раскладов, то опять же в закрепленном комментарии есть ссылка на специальное видео, которое говорит о том, какие вы хотите, вернее, которая спрашивает о том, какие вы хотите видеть расклады на какие темы. Но здесь, как всегда, одна просьба небольшая. Посмотрите, что уже написано в комментариях и на какие комментарии уже даны ответы. То есть в ближайшие, допустим, неделю, две. Какие делались уже расклады. То есть если был уже определенный тем и расклад, например, продам ли я недвижимость. И он уже был сделан. Буквально неделю назад или в несколько последних дней. То есть я иногда записываю два-три общих расклада за один день, когда есть время. И оставляю их на потом, для того, чтобы, может быть, через три дня выложить. И если вы видите, что такой расклад вышел недавно, то, естественно, повторно эту тему лучше не просить. Просто для того, чтобы не запутывать меня в моментах съемки и в планировании тем для общих раскладов. Я всем желаю удачи, до встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok